Учебно-спортивная база для спортсменов-парашютистов и парапланеристов. Образовательно-развлекательный комплекс под открытым небом с техникой и вооружением различных эпох. Кемпинг-парк с зонами отдыха и пунктом питания. Сегодня на чертежах и планах будущий аэроклуб выглядит внушительно и масштабно. И это несмотря на достаточно локальную территорию. По мнению начальника Брестского городского аэроклуба Алексея Моисевича, этот объект должен быть многофункциональным и мобильным, чтобы здесь могли найти для себя что-то интересное не только те, кто профессионально связан со спортом. Брест мы очень любим, поэтому с самого начала посещения нашей страны люди будут видеть еще и то, что у нас не в зачаточном, а достаточно на достойном уровне развивается авиация, спортивная авиация, ну и что немаловажно, конечно же, мы и рассматриваем еще этот объект как туристическую точку нашей области. Брестский городской аэроклуб давно нуждается в такой базе. На балансе структурного подразделения есть летная техника, готовятся спортсмены-парашютисты. Однако комплексного пункта для размещения не было. С открытием нового аэроклуба здесь появятся дополнительные самолеты и планеры, что, к слову, позволит расширить спектр предлагаемых услуг. Например, графой обзорные полеты над городом. От замыслов и проектов к реальным действиям. Уже сегодня активно ведутся работы на месте, где появится будущий аэродром. К слову, центральным объектом здесь будет воздушно-посадочная полоса. Ее укатка – это отдельный вид искусства. Благодаря специальной технике грунтовая взлетная полоса сможет эксплуатироваться достаточно долго. Идет сначала снятие плодородного слоя до песчаного грунта. Далее идет трамбовка, подсыпка. То есть сейчас достаточно большие объемы подвозимого песчаной гравиной смеси. После этого постоянно идет трамбование. Так, чтобы весной не раскисал этот аэродром, чтобы при прижатии посадки не было колеи. Вы говорили, что техника, которая трамбует, она высчитывается здесь до миллиметров. До миллиметров, да. Оборудованная компьютерная техника, которая позволяет после всех этих расчетов работы выполнять максимум с допуском сантиметра, полтора сантиметра, а то и миллиметра. По проекту здесь появится взлетно-посадочная полоса, командный диспетчерский пункт для управления полетами, строение для хранения автомобильной техники, стоянки для самолетов, а также здания, в которых будут кабинеты администрации и учебные классы. Для этого строители и дорожники уже трудятся, причем достаточно активно. Шириной 10 метров будет рулежная дорожка туда, и уже там будут располагаться самолеты. То есть все будет там, оно будет ограждено. Эта территория будет иметь либо очень такое условное ограждение, легкосъемное так называемое, то есть чтобы безопасно мог приземлиться парашютеристом, или если самолет по какой-то технической неисправности выкатывается с взлетки, чтобы не было никаких повреждений. Совсем скоро массивную строительную технику заменят самолеты. Полеты здесь начнут выполнять уже в следующем году. Полностью объект запустят через два года. В ДОСАФ уверены, что аэродром станет новой точкой притяжения активных горожан и туристов областного центра.